Многие россияне получают деньги за оказание каких-либо услуг и производство различных товаров, не являясь при этом индивидуальными предпринимателями или не имея трудовой договор. Таких людей классифицируют как самозанятые или, как еще их называют, фрилансеры. В 2017 году таким гражданам уже предлагали регистрироваться в качестве самозанятых и платить налоги по упрощенной схеме, но поддержали подобное нововведение совсем немногие. Систему налогообложения для фрилансеров модернизировали и с 1 января этого года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан стартовал эксперимент по введению уже обязательного налогового режима – налог на профессиональную деятельность или НПД. Физические лица и индивидуальные предприниматели могут добровольно перейти на новый налоговый режим при условии, если они осуществляют свою деятельность на территории любого из указанных субъектов, то есть на территории либо Московской и Калужской области, города Москвы и Республики Татарстан, независимо от места своего проживания. Можно применять новый налоговый режим без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, однако при этом необходимо зарегистрироваться в качестве плательщика НПД. Регистрация в качестве плательщика НПД максимально упрощена. Достаточно зайти на сайт, скачать приложение «Мой налог», войти в него с помощью логина и пароля для личного кабинета физического лица. Если учетная запись отсутствует, ее можно получить в любой налоговой инспекции. Новый налоговый режим могут применять физические лица, если у них нет работодателя, нет наемных работников и зарабатывают они не более 2 миллионов 400 тысяч в год. Налоговые ставки в отношении данного налогового режима введены следующие. Это 4% в отношении всех доходов, полученных физическими лицами от реализации товаров, работ, услуг от физических лиц и 6% в отношении аналогичных доходов, но полученных уже либо от юридического лица, либо от индивидуального предпринимателя. Такую систему налога могут применять люди, например, которые предоставляют косметические услуги на дому, сдают квартиры посуточно или на длительный срок, продают продукцию собственного производства, осуществляют юридические консультации, грузовые, пассажирские перевозки и многое другое. Многие работодатели в экспериментальных субъектах уже начинают развивать темные схемы с увольнениями сотрудников и переводом их на НПД. Налоговики готовы пресекать подобные начинания. В избежание злоупотребления правом применения данного налогового режима, а также маскировки реальных трудовых отношений под новый налоговый режим, налоговые органы будут пресекать действия работодателей и нарушителей. Федеральная налоговая служба просит граждан сообщать о фактах, о предложениях работодателей, расторгнуть трудовые отношения и встать в качестве плательщика НПД путем обращения через онлайн-сервис «Обратиться в ФНС». Путем обращения через этот же онлайн-сервис «Обратиться в ФНС» можно предложить свои предложения о качестве работы «Мой налог». Чтобы ознакомиться с новым налоговым режимом, для граждан был создан специальный информационный сайт npd.nalog.ru. Здесь можно узнать все особенности налога, а также получить ответы на все интересующие вопросы. Примерно до 2028 года планируется проводить эксперимент с налогом в указанных субъектах. После успешных результатов НПД начнет действовать и в остальных регионах. Павел Баев, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов, информационное агентство Курганру.